У него день не задался с утра. Леонид Ларин занимается скупкой железа уже более пяти лет. За это время накопилось приличное количество протоколов. По словам Леонида, оформить документы на легальную скупку металла у него не получилось. Черного или цветного? Черного. Цветного есть? Ну вот, вот что есть. В арсенале у Леонида можно найти все. Начиная от гравюра портрета Высоцкого, заканчивая крупными листами железа. Вот и новая партия подоспела. Сдавать металл Владимир Юрасов приехал из Новобурасского района. Мужчина утверждает, что это его первый опыт. Однако о местах приема металла знает не понаслышке. Что теперь вы будете делать? Ну так же и сдам. Сюда? Ну а куда? Не здесь, так вон на каждом углу. Вот, пройдите три метра, там стоит вывеска. По словам мужчины, везти металл обратно ему невыгодно. Он будет искать другие варианты. А вот Леониду от штрафа не отделаться. Весь найденный металл будет конфискован. По словам Андрея Пригарова, прокурора Кировского района, такие места часто становятся кладовой по сбору радиационного металла. Рейды проводятся еженедельно. Данный вопрос находится на контроле прокурора Саратовской области Сергея Ивановича Филипенко. В ходе сегодняшнего рейда установлено было, как вы видите, что происходит незаконная деятельность, огромные свалки, огромное количество металла. На данных точках находится, что создает почву для преступных проявлений, как бытового, так и производственного характера. Всего прокуратурой выявлено 11 подобных мест. До конца этой недели прокуроры навестят эти пункты. Всем, кто продолжает нелегально принимать металл, будет выписан штраф. Анна Заболуева, Олег Бирюков, Саратов, 24.